Всем привет! Здравствуйте! The Station предлагает вам сегодня посмотреть свежий выпуск по чернокаменной крепости Дариуса Хинкса. Еще больше чернокаменной крепости. Этот бред озвучивал Андрей, слушал Иван. Читал Андрей. Приятного просмотра. Да, у нас сегодня Дариус Хинкс, еще кусок, здоровенный кусище, я бы так даже сказал. Это мы ровно за экватор переберемся книжке, слава богу. Я уже вот хотел пять глав рассказать, но давайте семь глав. Потому что, по сути, в тех пяти главах изначально, которые я прочитал, ничего не происходит, кроме беготни. Сплошная беготня. Как в жизни. Да, как в жизни, но еще в двух хоть что-то интересное. Вернее, в одной интересно, а в другой опять бетрип Дариуса Хинкса очередной. В общем, вам понравится. Я думал, что... Чувак, помнишь, про свои книжки, которые жил в Чернокаменке, они сейчас на которые разбомбили. Я думал, что это типа так себе история. Нет, есть и похуже истории. Ну, во всем по порядку. В общем, сегодня еще семь глав я решил пересказать. Ровно вот перейдем к заполненной книге. Я думаю, что еще три выпуска и добьем. И конец. Ну, хватит. Я устал от Чернокаменки, потому что она очень медленно развивается. И, судя по текущему бэкграунду, может, там и не важно, что с ней случилось, потому что никак не повлияет. Ну, посмотрим. Что же он там все-таки понаписал? Может, потому что ему сказали, закрывай, а он и знак поставит жирную точку, наверное. Ну, погнали. Идем к этому. Идем к этому. И, как помнишь, они шли по мосту из крови. Ползли. Переходили вот эту пропасть. Там внизу культисты проводили ритуал. Деревья какие-то сбрасывали там людей в яму восьмиконечную. Головы. Убил бабу. Пристрелил. Пристрелил женщину из своего пистолета, наведясь вот этим вот своим. И что случилось? Окулюсом ее голова откинулась назад. Посох выпал у нее из рук. Она грохнулась на алтаре, заливая все своей кровью. Культисты вскричали. Начался какой-то выброс энергии. Шум. Какая-то буря какая-то. Ну, локальная такая вот. И золото. Дрейк, что ты не творил? Он говорит, ну, похоже, я разрушил их ритуал. И да, действительно, все начало проваливаться. Тартары, вот эта яма, в которой они сбрасывали жертв, начала разрастаться. Культистов-то начало затягивать. Сотни еретиков начали оглядываться. Где? Кто стрелял? Откуда? Снайпер, снайпер. Ну, как обычно. Они же далеко там. Вот. И как бы Аудус такая, бля. Они сейчас нас заметят. Пойдемте, ребята, валим-валим. Ну, конечно, они их заметили, что на мосту есть какие-то чуваки, и кто-то застрелил их предводительницу. Вот. Глав колдунью, я не знаю, кто это такая. Потом узнаем в конце. И Дрейк такой, да-да, вперед-вперед. И, значит, они побежали по этому мосту. Это вот. Яма уже начинала, понимаете, пасть. Туда проваливались люди. Вот. И Дрейк, собственно говоря, когда они бежали по этому мосту, он еще так удивился. Типа, что вроде как все изменилось. Как-то он по-другому стал видеть чернокаменку. Увидел какой-то проход. Такой, типа, не понял. А фишка в чем? Он же ходил с отключенным этим. Переключил. А его включил. И теперь он, когда он как бы его начал переключать, включил, выключил, выключил. Он видит, что когда у него включен этот имплант, глаз, он видит какие-то скрытые проходы чернокаменки. Там дверь появилась потайная. Там какое-то отверстие, лаз какой-то внутри. То есть у него, типа, имплант стал после вот этого сбоя. Помните, он когда вот в корабле-то сел, у него там заболел глаз. После сбоя стал ему показывать истинную чернокаменьку, которую никто не видит больше, кроме него. Примем это за данность, оно вот такое. Положим. Да. И он такой, о, странно, раньше как бы никаких потайных дверей я не видел. Он же ходил в первой книжке, ты все время включен. А теперь что? Бежим. За партнеру. За партнеру бежим. Теперь он видит вот эту вот, собственно говоря, потайные двери. Но тут культисты наконец-то на этот кровавый мост как-то всгромозились. Они там по стенам как-то карабкались. И начинают обстреливать группу Дрейка. Тадеуш такой, давай, давай. Там мы с ним еще целая куча этих бегает. Подтосов. Да. Клизиархов. И они, значит, с огнеметами. Давай там вниз жечь, чтобы этих еретиков сбросить. Они там лезут, лезут. Там их много. Помнишь, как мы сказали, там армия тысяч. Их реально много. То есть, как в Война Миров Зет. Да, 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 да. Примерно столько их там. И, значит, Дрейк там показывает чудеса кунг-фу. Выхватывает свою рапиру. Там одного там разрубил, второго застрелил. Но он как бы вспоминает, что он же хопа и может. Как надо. И там протыкает двух сразу, как... Он-то вообще в этой части, он как Легал себя ведет по Лусени колец. Он там прыгает, рубит всех. Одного там двумя ударами зарубает, к следующему переходит. Ну и это многочисленная группа. Она не кончается, они все лезут, и лезут, и лезут. И, значит, в итоге его карлики, ратлинги, начинают оттаскивать, что Дрейк, давай, давай, валим отсюда. И они бегут по этому мосту. А оккультисты начинают стрелять еще снизу, прошивая плоть или ткань этого моста. Значит, он начинает, типа, разрушаться, у него кусочки вот эти красные начинают откалываться уже, по сути, это застывшая река крови. И, значит, они по этому разрушающемуся мосту бегут, бегут, бегут через узкий проем, бегают в зал. Там восьмигранная комната, ну, восьмистенная, восьмиугольная такая комната. Ну вот. И, типа, ратлинги ему говорят, Дрейк, ну куда теперь, дверей-то нету здесь, мы в ловушке. А он такой, глаз включит, смотрит, а в каждой, по сути, части дверь. То есть, он их видит, эти проходы, а они нет. Вот. И он такой, да, это, вы направление укажите, а я вас проведу. Ну и тут начинаются жуткие вопли, он оборачивается, а через этот проход там лезут вот эти вот культисты толпой. И эти церковники жгут вместе с Тадеушем, их жгут там из огнемета, вон там их, ээээ, палец отбрасывает в сторону. Вот. И Зола такая, Дрейк, типа, ты в порядке? И Крут такой на него смотрит с интересом. А он перещелкивает, как бы, ну, глазной свой имплантант, и Грек такой, говорит, что она тебе показала? Дрейк такой, кто? Да крепость, я же вижу, что ты, типа, ну, там, что-то присматриваться начинаешь ко всему, да? Да, так, говорит, не знаю, вот мой оптический имплант барахлит, да, показывает мне вещи, которых не существует. А, Крут, он же, помнишь, кусочки крепости отбирал в свое время, дронов, помнишь, когда он пытался, ритуал в прошлой книге проводил, он там... Это вышло у него? Да, он ощутил. А, я, наверное, не тебе просто пересказывал, он тогда был летчик. Он ел дроидов. Да, он ел кусочки дроидов вместе с пищей, и он, как бы, осознал, что такое чернокаменька, что у нее тоже есть сознание. И он такой, что она тебя ведет. Это, как бы, фишка чернокаменной крепости, да, и будет... Дрейк говорит, Карл, Карл, он этим, ну, так куда, куда, говорит, идти? Они говорят, да, блин, типа, ну, да, показывают его там, на три часа, вот в эту стену, нам туда надо. И он такой, значит, врубает свой имплант, подходит к стене, и как только он руку, значит, в нее погружает, все видят проход маленький, вот здесь нет, дверцу. Он слышит стрельбу, говорит, что давайте, давайте, и его все дружбаны залезают в этот проход, и там коридор. И по этому коридору спасаются от культистов. А он возвращается к Тадеушу, они там защищают, как волосилие колец от орков. Это, конечно же, ну, да там очень очевидно, потому что все, он там, несколько этих миссионеров, они там все в ранах, истекают кровью, значит, огнеметы там, у них заканчиваются канистры, они там жгут этих наступающих культистов. Говорит, что давайте, отступаем, типа, тогда уж пошли. Он такой, да куда, смотри, сколько тут нечисти, мы должны ее спепелить. И Пиа Ворн там, а, да, это все грязь, очистим их, очистим, не надо не позволить завершить обряды. Вот их же, говорит, видели их алтари, они жертвы приносят, надо их уничтожить, естественно. Ну, и Дрейк говорит, да они, их тут слишком много, да, в общем-то, отступаем, я знаю проход, я же, говорит, вас веду, я же не могу здесь пасть. И Тадеуш такой, а, да, точно, точно, да, ты же благочестивый вдохновитель наш, мы не умрем здесь, а, Дрейк нас благословляет. Культисты, видимо, собираются силами, чтобы опять штурмовать эту дырень. Они, как бы, всех пожгли, Дрейк выглядывает, там одни трупы лежат, а вдалеке лезут, значит, на обморке этого моста, следующая, типа, волна. Вызывайте следующую волну, вот. И Тадеуш такой, значит, осматривает своих миссионеров, такой говорит, ну, ребята, вот ты, 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 ты и ты, типа, извините, мы вам ничем помочь не можем, не можем вас исцелить, но я прошу вас, говорит, совершите последний акт преданности. Они такие, да, конечно, мы готовы, за императору, и Дрейк понимает, что он, как бы, и благословляет, но самопожертвует. Тадеуш подходит к каждому, обнимает, ну, как бы, лбом колбу прижимается к ним, шепчет молитвы, чтобы их вдохновить, они с истовой радостью отдаются этому. Он выбирает вот этот отрядик, значит, раненых и покалеченных, которые берут огнеметы и в этой комнате, типа, прячутся, значит. А Дрейк со всеми остальными, значит, отступает к проходу с Тадеушем и с оставшимися жрецами. Особый полк. Ну, у них, да, они, типа, засаду из раненых миссионеров оставляют, и Тадеуш такой булавой их осеняет, говорит, что это прекрасный день, ну, он реально, как в Мэдмаксе. День славный, когда ты пройдешь через врата вечности и погреешься в лучах Санктума Империалис, сядешь рядом с императором и съешь чибургер в Алькале. Нью-Коколу попьешь, а Кваколу. Ты увидишь лицо Бога Императора, сын мой, он на всех их благословляет. А Дрейк видит, что те, кто как бы не ранен, кто уходит, они смотрят на этих чуваков с завистью. Они хотят тоже остаться, они хотят принести себя в жертву. Ну, Тадеуш как бы говорит, что вам гарантировано вашим душам место рядом с императором. И все такие, да, за Бога Императора. Окей. И, значит, в итоге Дрейк Тадеуша оттаскивает, проказывает им тоже проход. И они, собственно говоря, бегут через вот эту вот дверь следом. А эти оставшиеся жрецы, они там засели в засаде. Ну и, значит, они оказываются вот в этом вот проходике. Тишина, ну это как скрытый проход, тишина такая. Слышат, как зажигаются запалы огнеметов у них за спиной. И потом начинают на гул пламени. То есть эти вот чуваки, которые в засаде остались, героически жгут этих еретиков. Слышат там стрельба, крики, естественно. Вот, и, значит, они, не обращая внимания, добегают до конца коридора. Там уже стоит Изола, Аудус, Квинт. Все, все, все здесь, в общем, добежали. Грэг, у Тадеуша два сервачерепа уже с ним летают. Они такие бю-ж-ж-ж-ж-ж. Летают, огромное это пространство, начинают исследовать, посканировать. Вот. И Ратлинг говорит, да, все нормально, мы узнаем это место. Типа, ваше сиятельство к Тадеушу обращается. Что вы же помните, мы же вас вот вели, мы здесь были-то вот за поворотом фактически. Тут, говорит, еще чуть-чуть, и мы к боевому крейсеру. Все-таки к какому боевому крейсеру? И Ратлинг объясняет, что в Чернокаменке, как бы, ну, у нее такое свойство, точнее, обычный звездный форт. Это крепость, хрен знает из чего. И, в общем, говорю, что иногда она бывает затягивает в себя корабли, которые либо скручиваются, либо разбиваются, а либо оказываются в ней неповрежденными. Игра здесь за углом. Сосала. Да, всосала вся Чернокаминка, целый имперский крейсер. И он там интегрировался в ее внутреннюю структуру. Он там есть. Часть корабля, часть команды. Да, он там есть, как бы, и не уничтожил, ну, как бы, сама Чернокаминка не повредилась, ну, и крейсер в каком-то виде там находится. И они говорят, что нам нужно подойти к нему. Они выходят. Он действительно там гигантский крейсер внутри. К нему ведут несколько путей. Как будто Чернокаминка сожрал корабль. К нему ведут несколько путей. И Раус им объясняет, что мы скоро пройдем туда. И там, значит, есть маленькая щель. Вот. И мы в нее пролезем прямо на посадочную палубу этого крейсера. А она, как бы, ну, фишка в чем? Она занимает, по сути, вот всю толщину. То есть, не хотят его поперек перезять. Там есть отсек, который, ну, общая посадочная палуба, левый борт, правый борт объединяет. И через нее можно пройти на ту сторону. И говорят, мы пройдем на ту сторону через него. И сразу же попадемся. Попадем практически вот в коридор, который ведет к хранилищу. Вот к этому. Там там Чернокаминка, к киглю. Ну, и они, значит, топают туда. А изола такая. А ты, говорит. Ну, что Гатерейку на ухо шепчет, что ты уверен, что там надо? Туда. Да, тебя же Тадеуш туда ведет, как человека, который хочет войти в центр Чернокаминки. Да. И если ты, как бы, это сделаешь, ты же не сможешь стать главой дома Дрейка. Явно там что-то произойдет. А если ты не сработает, то Тадеуш тебя сожжет. Он скажет, что ты уже пророк и сожжет тебя из огнемета. Ну, он говорит, что, да, я понимаю, все это прекрасно. Но наш приз где-то там, он объясняет изоля, что. Наш, типа, приз где-то там. И там будут артефакты, ксенотех, реликвии, оружие. И что там еще только может быть. Туда никто не добирался до этого центра. И там все должно быть. Типа, как, знаешь, в Сталкере Клондайк артефактов. Ну, да, посередки монолит. Да, посередки монолит. Вот это примерно такая же концепция. И он такой, ну, ты же не вознесешься. Они думают, что ты святой, но ты же не вознесешься. Говорит, ну, я буду играть эту роль до конца. Я могу подпрыгнуть, как будто бы глинда. Она говорит, ну, а как ты будешь собирать артефакты? Он говорит, а я не буду. Вы будете собирать артефакты. Я вас для чего взял? Тебя, камердинер, пилот. Ну, Квинтус, да. И Грек. Вы, говорит, пока я буду там пудрить им мозги и возноситься, в кавычках, да. Собственно говоря, в общем, собирайте артефакты. К тому же, я смотрю, Квинта, парнишка-то шустрый. Да, и, похоже, у него больше мужества. А там был смешной тоже момент. Он видел, как Квинтус сражается с этими культистами. Он такой подумал, а мало ли ты не промах? Ну, мы помним историю Квинтуса. Он же как... Это, знаешь, на самом деле, это как в Мандалорце, там парень, где тоже молодой наемник, в конце которой подставляет большого Мандалорца. Тоже такой, типа, ловкий и умелый парень. Ну, вот, это ловкий и умелый парень. Причем там очень смешно. Он тоже такой, ну, обычно, когда я брал на чернокаменку своих камердинеров, они как бы через 10 минут обоссывались. Нет, они обоссывались штаны через 10 минут, а потом еще через 10 умирали. От разных, ну, от разного рода инцидентов. А этот ничего еще, бодрый. И говорит, что, а где вообще ты его нашла-то? Он такой, да, я как-то так, ну, поузнавала, типа, не ищет ли никто работу. Сходил там около бара, там потусовалась. И, в общем-то, он через несколько дней меня нашел. Типа, вот, ну, кому-то оставило сообщение. Ну, он такой, ладно. Вот, и, значит, Дрейк только хотел вот шагнуть к этому кораблю. У него череп, ну, его как бы голову пронзает, игла боли. Он там хватается за свой имплант, начинает, пытается его отодрать, а он не снимается у него. Вот, и он его, значит, там на пару сантиметров смог оторвать, а у него там из этого импланта какая-то херня проросла ему в мозг. Какой-то шип пророс ему в мозг, у него течет кровь, вот, и Грэх такой, типа, да погоди, погоди, не надо себе, ты сейчас мозг себе вывернешь наизнанку, если будешь тянуть. И там посмотрел что-то, и, значит, Дрейк пытается этот имплант вырвать, а там какие-то штуки проникают в его глазницу, и он от боли теряет сознание. Блять. У него там какие-то начинаются глюки, он приходит в себя и, как бы, говорит, что вы сняли его? Ну, не понимает, он на месте или нет. А Грэх говорит, да нет, мы не смогли, он прирос в твоей глазнице, и, как бы, только с хирургическим путем можно его снять. То есть из него что-то проросло тебе в голову. И он такой, а как это попало, это же мой глазной имплант. Ну, говорит, видимо, не совсем, видимо, уже не совсем чернокаменка могла изменить твой окуляр. И он такой, блин, нифига себе, а если она может управлять чужой аугметикой, то до чего дойти-то может, хрен его знает, в общем-то. Явно это, конечно, плохо, но, с другой стороны, он хотя бы видит потайные ходы. Они сейчас как к Гудвину пойдут, кто зачем это все будет сделать. Выходят, значит, к огромному такому амфитеатру, спускаются вокруг него, туда вот вниз, к этому гигантскому кораблю, по ступенечкам, собственно говоря, и подходят к его корпусу. И маленькая прореха в корпусе оказывается там полукилометровый пробоинный. Это же трейсер. Да, как бы это кажется маленькой издалека пробоинной царапины. Это огромная полукилометровая такая рана на борту священного корабля имперского флота. Он, причем, даже выглядит, ну, как бы не особо старым. То есть, это довольно новый корабль, но, в общем-то, и ратлинги говорят, да вот, собственно, нам сюда, на посадочную палубу мы как раз через этот вот вход и можем туда пройти. Надежный маршрут. Мы не ошибемся точно. В общем, неплохо, конечно, но еретики, которых тысячи и тысячи, их все-таки нагнали. И ломятся, значит, за ними в эту прореху. Они видят, как они спускаются там сверху. Ну, пробрались через этот же проход и спускаются сверху к этому крейсеру. Они забегают внутрь, там все пыльное, перевернутые какие-то грузовые челноки. Ну, условно, какие-то там дропшипы, ну, маленькие кораблики для высадки на планету. То есть, это реально посадочная палуба. Все покрыто пылью абсолютно. Там, как будто там 10 тысяч лет прошло. Вот со времен Ереси Хоруса, да, там летает. Никого, ну, людей, естественно, нет, ничего нету. И вот эти вот фигуры, начиная за ними, там, культисты, лезть. Опять же, святые отцы там, давай из огнемета всех сжечь. И все больше, больше и больше. И они, короче, понимают, что, в общем-то, спрятались за каким-то транспортником, что не могут эту палубу пересечь, потому что открытое пространство. И как бы они, как только выйдут, их всех застрелят. Культисты туда притащили Сентинели. У них там есть Сентинели, короче, они есть. Это как Диана Джонс последний. Русские, советские войска могут что угодно в джунгли Мексики принести. Да. И я уже на этот момент не видел, когда они, слава богу, не бронированы. Это, которые... Прогрузочные лифти, наверное. Нет, разведчики. А, это прям скаут Сентинели. Да, скаут Сентинели с автопушечками. Все, они там стреляют, значит, и там они прячутся за этими кораблями, отстреливаются от них, а эти Сентинели к ним подбираются. И Раус такой, да, блин, проблемка, но мы не пройдем, короче, туда. Мы не можем выйти на открытое пространство. И, значит, один за другим падают священники сраженные огнем этих автопушек сентинельских, эти пультисты прибивают. Остатки священников. Да, из Оли в живот попадает, значит, разряд из лазера. Она такая, ах, ёпта, падает, значит, с простреленным животом. Куда, что-то. Изо рта льется кровь, ее там пытаются поднять. Ну, ранила ее, сильно ранила. Аудус ее там как-то пытается привести в чувство. А Дрейк такой видит, он видит, что у нее же некие чувства он к ней питает. Он очень переживает, начинает, он старается ее удержать, помогает ей, прижимает, как бы, ну, рану зажимает. И такой, ну, Аудус спрашивает, а ты, говорит, умеешь с таким кораблем-то управлять? Ну, вот самолетом, каким-то они там сидят. Она такая, типа, ты самый обычный имперский лихтер. Я умею, но ты уверен, что он заведется? Вот, и в него стреляют же, Дрейк такой, да, подожди, сейчас, говорит, все будет. Короче, говорит, ждите, сейчас я все сделаю. И он, значит, думая о раненой своей Изоле, значит, о ее страданиях, говорит, что я сейчас организую безопасный путь, как только, говорит, отдам приказ, направляйтесь вон к тому кораблю, иначе мы все умрем. И он вспоминает свою юность, как он, его батя учил стрелять из пистолета, фехтовать, Аки, клерика из Квилибриума, в темноте, заставлял его фехтовать. И годы академического вот этого вот фехтования и упражнений сделали из него очень крутого бойца. А он, знаешь, как Том Круз, миссия невыполнима. Там три атаки на три плюс, да? Да, три атаки на три плюс. Вот. Когда он пролетел на Блэк Стоун и первый раз ходил в крепость и понял, что эта штучка непростая, он еще больше увеличил свои тренировки и на Авангарде тренировался каждый день, в общем-то, для того, чтобы быть готовым к любым испытаниям. Ну, как бы нахрен из Бэтмена. Да, сейчас вот как раз время испытать себя, показать, что как бы надо. Он засосует шарп-пистол, рапиру и выбегая сквозь дым, значит, стреляя во все стороны, вот, значит, за поворотом видит какого-то чувака, культиста, который там, «Нет, не стреляй», поднимает руки, а он ему говорит, «Джей». Нет, он, знаешь, там очень смешно, он такой, «Нет, не стреляй, типа, подожди, я не культист». А Дрейк такой, «Да, я вижу, что ты не культист». Стреляет ему в грудь, тот падает у него из-под мундира еще такие две маленькие ручки с пистолетами. А, значит, ну, у него шарп-пистол уже парализует, и он там лежит такой, дергается у него маленькими ручками, «Это что мутант?» И Дрейк там этих мутантов, значит, «Давай, короче, как…» Мутант. Да, действительно, визуализирует крерику, ящик, рапирой, уворачиваться. Он фехтовал в темноте множество раз, и как бы он запоминает самый короткий вид. Он движется, уворачиваясь от всех выстрелов, которые в него летят, на голос ориентируется, там дым везде. С другой стороны, так может, каждый. Кто из нас не фехтовал в темноте? Да. Вот. Подожди. Он в итоге добирается до Сентинеля, оказывается у него под ногами, видит, как наверху открытая кабина, значит, кричит, эй, типа ты. Водитель такой, чё? Поднимается, значит, смотрит, что это у него там внизу. И он ему в глаз осколок этого водителя. Забирается на Сентинель, выбрасывает водителя. А дальше Рэмбо-4 садится в этот Сентинель. И, значит, он не умеет водить Сентинель. Но наставники Нотерри обучали его, в принципе, основам управления любой военной техникой Империума. Ну и плюс там шаблоны стандартные. Он, значит, на этом Сентинельчике. Давай из автопушки во всех стрелять. Рэмбо-4. Да. Потом понимает, что, как бы, это не очень эффективно. Он, значит, драйв-ми-клоузер, высовывается сверху. Ногой там эти рычаги заживает. Сентинель так идёт к кораблю. А он из пистолета всех отстреливает из люка. Я такой на этом месте, блядь, Кинг, ты чего? Это ж не Миссистоун! Это ж Чернокаменка! Но нет. Это, да. Короче, он стреляет из осколочного пистолета, перемещаясь на Сентинеле, добирается до самолётика. Одного из самолётиков открывает люк. Вот. И всем, значит, передаёт по Оксу, что давайте ко мне сюда. Ведите, короче, всех в кабину, пока культисты отвлеклись на поимку бегалого Сентинеля. И, значит, забирается в кабину. Там всё в пыли. Просто там таким толстенным слоем пыли покрыто. Он протирает эти приборы. Начинает, достаёт папироску, прикуривает и начинает, такой, как же выключается дропшип этот, значит. И давай щёлкать тумблерами, что-то вспоминать, зажигаются какие-то значки. Энергии, видимо, ещё есть. Да. И он думает, как запустить реактор, чтобы на движки подать энергию. Значит, в этот момент туда уже забираются Квинтус с Аудус, притаскивает Изолу. Туда же забирается Грэх с Тадеушем, затаскивает ещё парочку полураненых священников какое-то количество. И, значит, Дрейк такой, ну всё, пилот, садись, давай, покажи, как ты можешь. Она такая, типа, чё, он же даже не заведётся. Он говорит, ну как, уже я подаю энергию фактически. Осталось, тук реактор включить. Говорит, попробуй, мистер Спок, давай. Да. Ну, и они все рассаживаются, пристёгивают себя. Аудус такая, куда лететь? Говорит, я тебе покажу, куда лететь. Говорит, эта же штука умеет вертикальный взлёт? Говорит, ну, вроде как да. Ну, вот давай, места для взлёта тут полно. Покажи, что ты умеешь. Ну, господи, она заводит эту тронтайку в итоге. Говорит, дети, держитесь крепче. Говорит, будет интересно. И врубаются эти турбореактивные движки. Корабль поднимается. Он говорит, а можно из него пострелять? Да, конечно. Ракет нету, но мультилазер, в принципе, вполне себе в рабочем состоянии. И давай, значит, из мультилазера поливать ещё всех мультистов, которые вокруг. Бедняги. Дрейк ей говорит, ну, тогда давай на полную. Вот как мы забрались через эту дырку в корпусе. Вот через неё и вылетай на 12 часов, в общем-то. Она такая, ну, я тебя слышу, чувак, но как бы ты не пожалел о своём решении. И, значит, ну, потому что, как бы там пещера закрытая, там больше лететь некуда. Он говорит, да, всё нормально. И она, значит, тапку в пол сквозь эту расщелину. Корабль устремляет скультисты. И такие, э, куда? Куда? И они, значит, оказываются вот в этом вот зале, собственно говоря. А Дрейк врубает свой имплант опять и видит, что наверху, где-то там в 500 метрах над землёй, в, собственно говоря, стене есть проход. Ну, как вентиляционные отверстия. И он такой, давай, в общем, лети туда. Там дырка, короче, будет. И она такая, да у нас времени-то не то, чтобы много. Тут топлива вот на один, типа, на одно ускорение. Он говорит, ну, тогда ускоряйся. И она, значит, полным ходом влетает в этот проход, который там, конечно же, оказался. И двигатель начинает глохнуть после этого. То есть хватило только ровно на одно ускорение. И, значит, этот корабль начинает проваливаться, в общем-то, в траектории. И в этой, ну, там, туннеле, в этом, значит, начинает об стенке там биться вот так. Вот они все пристёгнуты. Креслом, значит, бьются туда-сюда. И в итоге куда-то врезают. Саночки сломаются. Как говорящие с волками. Ну, в общем-то, это ужасно. Это ужасно. Но, слава богу, про них ненадолго заканчивается вся история. И нас возвращают в мастерскую Дедауса. Блин. Я думал про большую суперчеловекоподобную ящерицу. Нет. Мастерская Дедауса. Он убирает мозги этого несчастного... Потом ворвался этот кувариум. Да. Мепсуса. Мепсуса там был, да, которого пришлось пристрелить. И он, значит, находит под верстаком кусочек его мозга и в баночку кладёт. Такой. Извини, дружище. Говорит, прости. Ну, говорит, ты, конечно, говорил не хранить испорченный Блэкстоун в баночке. Но я хотел показать этим капитанам, что не всё так просто. Вот. И он, значит, думает, что, блин, ну как же, вот, Дед-то этот Мепсус, он же на Марсе, как бы, имел вес и был довольно ярким, талантливым учёным. Ну, вот, Чернокаменко забрала его у нас. Сзади что-то такое бьёт, металл лязгает, он резко оборачивается. Там обезьяна. Все ушли уже, обезьяна осталась. Библиотекарь. Да, Джекайра сидит. Причём он что-то, ну, как бы, сидит на каком-то там стуле и пытается, значит, колотит пустой фляжкой по клавиатуре одного из кагитаторов. Он выжрал всё винище. И довольно пьяный сидит там такая, кривая, кривая рингутан, реально. У него такие длинные пальцы, он такой что-то пытается на клавиатуре изобразить, но видно, что вообще просто напрочь нетрезвый. Он такой, да хорош, оставь компьютер в покое, что ты хочешь-то. А самое интересное, ну, обезьяна сидит, он к ней подходит и вместо того, чтобы, ну, как бы её оттаскивать, он заинтересовывается её не формами, а устройствами, устройствами, которые у него висят на теле, ну, там у него всякие эти механические штучки. Брюлики. Да, и он такой, блин, как бы, какие крутые штучки-то, как бы, хочется с ними-то поразбираться-то там. Я нет лапок обезьяния. Да, и он ей, как бы, руку на плечо-то кладёт такой, а потом смотрит, что на экране она, как бы, как кот лапками на клавиатуре, нахуячила какую-то бесконечную тарабар. А там уже война и мир. Нет, там просто строчки, там строчки символов, причём в книге тоже там, как вот, видимо, сидел Дарью Скингс и хуячил так плуг на клавиатуре, но есть несколько слов, да, которые якобы складываются в этих вот строчках. И он, значит, наклоняется от обезьяны, прёт уже перегаром, он чувствует запах алкоголя, вот, и начинает вчитываться в эти строчки. И там, значит, типа, ну как, мешанина вот этого, как в уникоде, и мешанина, что, типа, ну, как бы, пропасть, лучший шанс, лучший корабль, архитектор. Ну, чё-то вот такие вот слова. И он такой у нас на обезьяну смотрит, может, и, как бы, на, ну, типа, English, do you speak it, mother fucker? Готик, говоришь на Готике? А она, когда на него смотрит, значит, хочет что-то сказать, открывает рот и отрыгивает ему прямо в лицо. Ну, как бы у неё... Я понял. Да, отрыжка. Я понял. Он такой, бля, она такая, фу, типа, обезьянка, что же ты? Что ты тут напечатал-то обезьяна? Она такая на него смотрит, потом смотрит на пустую фляжку в руке, вздыхает и опять начинает что-то печатать. И он видит, что, типа, там, опять же в этой тарабарщине появляются, типа, тоже отдельные слова, что, возможно, ваш лучший корабль вы не нашли. Ну, типа, пропустили лучший шанс. Там, типа, там, another chance, другой шанс. И он такой, в смысле, типа, лучший корабль. Корабль, который способен отсюда улететь, пропустили, потому что всех капитанов-то собрали здесь. Но никто же не согласился тогда, видишь, с ним лететь. Вернее, никто не согласился с собой жертвовать в итоге. Они все разошлись на подумать, что он же им предложил, что давайте все вместе улетать. И такие, ну, да, конечно, круто, но, пожалуй, подождем. И он такой говорит Джакайра, что какой корабль? Лучший, тут есть еще корабль. Мы же все вроде нашли. Откуда ты знаешь? Обезьянка такая на клавиатуре. Science. Наука. Science, бич! Да. И он такой, это, типа, все твое объяснение, блядь? Обезьянка такой, да, ну, типа, да, извини, чувак. И он такой, а ты можешь мне показать, где это? Я такой, да, не проблема. Идем, говорит, и зовет его куда-то с собой. Значит, берут вот этих мужа и жену, любителя мамок. Молодой парнишка и его, как бы, мамка. Мамка-капитанша. Значит, капитан Лис и ее муж. Они, значит, берут их с собой, потому что они вот тук и лис. И они, значит, вместе с ним, они через причал пропасти отправляются вслед за Джакайра. А там все очень плохо уже, потому что корабли все пришвартованы. Магнитные вот эти вот, геомагнитная энергия исходит из... Чернокаменки бьет там корабли от стенок. Тут пытается швартоваться, их там сминает, куда обломки бросает. И они, значит, фигачат через вот этот вот причал. Причем они вынуждены надеть респираторы, потому что там атмосфера уже очень разряженная, нестабильная. А обезьяна такая идет так себе, кнопки вся нажимает подмышкой. Ну, у нее какие-то там ремни, какие-то висят какие-то амулетики с кнопочками. Смартфон, видимо, есть. И она нажимает какие-то кнопки, он смотрит, ей норм, без респиратора дышится и дышит. И она как бы на четырех своих лапах туда тык-тык-тык-тык лезет. А не за ней. И Лиза его спрашивает, что как ты доверяешь этой обезьяне-то вообще? Он говорит, ну, Джакайры много раз нанимали имперские агенты. Они полезные довольно, парни-то, и инквизиция их, в общем-то, котирует. Хотя бы они в кодексе не были. И как-то же он сюда прилетел. Как-то эта обезьяна тут появилась. Но никто ее не привозил. То есть какой-то корабль ее привез как-то сюда. И, видимо, она и хочет нам показать тот корабль, который ее сюда привез. Я думаю, так, сейчас будет как футурами. Помнишь, там, зубасистый вытащил маленький кораблик и на нем улетел. Но обезьяна их ведет на какую-то свалку. Они приходят на мусорную свалку. Там обломки каких-то кораблей, контейнеры. И в итоге в горе мусора они находят дверцу. Вот. Дверцу. Вроде похожую на люк. Но не люк, естественно. Да. И какая-то скрытая область. Да. Обезьяна типа показывает. Вот. Она вас привела. Спасибо большое. Он такой, и что дальше? Это корабль? Это гора мусора. Вот. Типа что-то там у себя ковыряется в волосах на груди. Но вот в итоге находит какое-то маленькое колечко. Что-то там прикладывает. Значит. И. Раз. Этот люк там типа. Открывается. Обезьян так говорит. Тихо. Типа. Делает типа тихо. И типа. И скалится. И далось. Такой. Блядь. Что она сейчас на меня бросится что-ли? Она улыбается так. Ну. Обезьяны улыбаются своеобразно. Угу. Вот. И она ему показывает. Типа. Давай. Залезай. Он такой. Это твой корабль? Такой. Ты. С плечами прижимает. Типа. Давай. Лезь. Такой. Ладно. В общем. Они нашли какой-то корабль. И. Как бы. Судя по всему. Капитан этого корабля. Еще пока не принимал участия. В том. Что творится. На Блэкстоуне. И они поднимаются в этот люк. Лючок залезают. И внутри он видит. Что корабль очень странный. То есть. Везде там разборолы. Какие-то. Лежат запчасти. Провода. И. Паттерн у него не имперский. То есть. Он не выглядит как. Типа. Корабль. Созданный на Марсе. То есть. Нету. Стандартных. Вот. Каких-то решений технических. Коридор очень странный. Какое-то оборудование. Везде. Но нет обычных агитаторов. Даже лампочки выглядят по-другому. Очень странно. И значит он. Слышит как люк. Закрывается за ними. Темнота. Только такие тусклые аварийные лампы горят. Значит вдоль этого коридора. Он достает пистолетик. Ну вот. Тихонечко. Собственно говоря. Идет. А потом такой. Понимаешь. Что-то не так. И у него ноги отказывают. Он же механический чувак. Ну отказывают ноги. И он падает на пол. И выключается. Конец. Это как? Обезьяна их привела на мусорный корабль. На мусорном корабле у нас летал кто? Юра и Кратлинги. И Ратлинги. Ну видимо что. Все-таки Юра появится. А как у него ноги? А почему отрубил-то же? Потому что. Ну видимо там какое-то поле. Может и обезьяна его отрубила. Нам не извините. Наверное обезьяна отрубила. Мужика вырубит механика. Ну он просто у него выключился. Его механическая часть тела. А может это обезьяна работает. Изнасиловать его хотелось. Обезьяна. Может она работает на человека из железа. Не знаю. Кстати может быть. Может эти человека из железа не поятся. А может эти корабли. Они все себе на уме. Будет смешно если это окажется корабль архитектора. Ну заатом. А да. Кстати вот реально. Просто у Юры был простой мусорный. 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 Совсем простой. Да. Просто старый мусорный. Может это и не его корабль. А может корабль заатом. Да. Все обезьяны заатами. Там ну она укис. Да. И это вообще план против Империи. Сейчас его смотрим. Так. Мне нравится. Ну пока в общем-то на этом история Дедалуса несчастного нашего заканчивается и обезьяны. Ну хоть что-то. Хоть лучше это в темном саде. Согласен. Вот. Потому что. Лучше чем Эдена Джонс. Дальше начинается как бы. Эдена Джонс? Нет. Первая часть Шизы. Горюса Хинкса. Давай хорошо. Их две. Осталось чуть-чуть совсем. Потерпеть тебе. Дрейк в своих чертогах разума опять. Я надеялся что в этой книге не будет. Но нет. Здесь это есть. Он опять входит в свой разум. Ему чудится хрен знает что. Какие-то осколки. Чуть лица на него смотрят. Да ничего не хочу уже если честно. Чертоги разума. Чертоги разума. Да. Какие-то кусочки чернокаменки складываются в отражении. В отражении видит свое изродованное лицо. Лицо из золы. Которое куда-то падает. Да. Что на умрете? Огромные корабли сталкиваются с друг с другом. Ну в общем. Он там бредит на две страницы. Реально. На две страницы он там бредит. Потом какой-то белый шум. Он там кричит. Нет. Не надо. Не убивайте меня. Гигантские чернокаменные корабли. И там на него падают огромные чернокаменные блоки из черного камня. Он говорит нет, нет, нет. И в итоге очухивается. Так обычно начинают осныкать и насилуют. Да. Его насилуют. Ну его не насилуют. Его крут перевязывает. Он его как бы перевязывает. Потому что Дрейка при падении корабля ему хорошо приложила головой. И он сидит в кабине. Все разбито. Стекла выбиты. Везде трещит огонь. Все загорелось. Но все живы? Ну более-менее. Все живы. Он смотрит как бы на Аудус. Которая пытается от этого самого от кресла отцепить квинта. Который привязан ремнями. У него разбито все лицо. Он просто долбануло видимо от переборку. Ремни не помогли безопасности. Два серого черепка Тадеуша летают над ними как бы кругами. И из своих ртов выблевывают пену. Для пожаротушения. Тушат пожар значит в этом корабле. Это круто. И золото там сзади пристегнутое тоже ремнями. Но уже вся как бы просто обескровленная, бледная там сидит. Но еще живая. Но еще живая. Вроде даже ее не сильно через... Ну при аварии приложила. И когда Дрейк пытается вылезти. Вдруг появляется этот Рейн. И кричит. Стойте. Не надо. Вставайте. А он уже встал. И корабль начинает крениться. Они где-то на краю лежат. Кабина на твердом. Хвост на пропастью. И значит корабль начинает крениться. Тут такой назад. 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 Дрейк такой. Опа. Корабль как бы назад. Тадеуш такой. Януш. Давай вылезай в окно. Не хрен там. А он же понимает. Что если он в окно вылезет. Корабль прокинется и упадет. Ну вот. Некоторые техножи. Ну. Некоторые. Священники тоже там помогают. Тадеушу. Пи и Ворн. Подняться. Значит пробирать. Ну они идут к боковому люку. Чтоб через боковой выйти. А его заклинило. Он никак не открывается. Тадеуш там в него пытается. Значит твоей массой. Бартануть. И Золу спасаете. Какого черта. Так вот. И Дрейк он значит типа. Карликом говорит. Давайте. Сюда вставайте. И идет к Изоле. Пытается ее как бы отцепить от кресла. Она говорит. Да что ты ко мне. Я блин. Помру сейчас уже скоро. Ради трона. Ты чего ты хочешь ты от меня. Вот. А там пожар начинается. Все начинает гореть. Аудус там тушит себя. Тушит горящего Квинтуса. Который уже. Пламя до него добралось. А Дрейк он как бы Изолу отстегивает. Вот. И в этот момент. Значит опять скрежет. И корабль как бы. Начинает сползать с этого обрыва. Цепляется кабины. И висит вниз хвостом. То есть все такие карабкаются по этим креслам. Выбираются через стекла. Крут там значит вытягивает Тадеуша. Вот такой Дрейк давай. Мы же без тебя не можем. Ну а Дрейк собственно говоря Изолу. Под это самое хватает на плечо. И начинает выкарабкиваться. Самое смешное что Дрейк не один такой барахтался и карабкался по какому-то разбитому автобусу. Это было в игре Uncharted. Там тоже Дрейк поднимался так же от переваливающего себя автобуса. Ну вот примерно здесь то же самое. И он значит с Изолой ползет собственно говоря туда. Корабль опять соскальзывает. То есть он как бы цепляется вот своими какими-то частями фюзеляжа. И значит Дрейка сбрасывает вниз. Он как бы падает на горизонтально на расположенное сиденье. И Изолу там так как на бок тоже падает. Там вся истекая кровью. Он ее хватает за пряжки ее. Как бы мундирование за пояс. Пытается значит ее подтянуть. И держит как бы. Не может ее вытянуть. Пытаясь. Ну как бы не залезть ему тяжело. Вот. Он напрягается. Тадео уж там спускается. Начинает спускаться вниз. Чтобы Дрейка вытащить. Собственно говоря помочь. И в этот момент как бы Изолу такая. Да какого ж хрена это ты делаешь? Ты же себя погубишь. Сейчас корабль нагрохнется. И она как это самое. Был фильм. А вертикальный предел. Потому что он в конце себя срезал с веревки. Как бы и спас остальных. Они не сели. Такой многих не было. Ну да. И она расстегивает значит эту пряжку ремня. И туда такая вместе через этот разбитый корабль. Туда в общем-то вниз. Вместе с кораблем. Он видит как она туда падает. Вспоминает свой сон. И ее тело в общем-то туда в темноту. В темноту. А его видимо Тадео уж вытаскивает назад. Полубезумного. И корабль туда же короче. В общем приземлились хорошо. И Изола улетела. И корабль улетела. За все деньги. Да. Но в общем Дрейк там в последний момент его вытягивает Тадео уж. И на этом вот в данной части заканчивается эта история. Потому что двадцатая глава. Полк книги ровно. Да. Это меня она угнетать начала сразу же. То есть это еще как бы вот эта беготня. Она еще ничего. Нормально. Потому что там хоть какой-то экшон. Потому что император. Там вот так и пишет император. Но он может. Потому что он пишет. Он же писал о Мефистоне. Да. Потому что император. Он в шаге от того, чтобы про императора уже писать. Да. Император сгибает пальцы. На троне. Спина его выгибается. Кровь бурлит в его жилах. Мысли проясняются. Впереди столько грязной работы. Так вообще тяжело. Эта мысль. Что ты зафиделся. Ну какое это имеет значение. В конце концов. Что значит несколько месяцев кровопролития. По сравнению с тысячелетиями мира. Который грядет. Император. Слышит голос. Господин комиссар. Господин комиссар. Открывает глаза. Видит сержанта. Сержант Фальсо. Да, господин комиссар Таргау. Придите в себя. Она приходит в себя. Это женщина. Вы обозреваете. Это женщина. Это женщина комиссар. Она приходит в себя. Она лежит в каюте. Ее униформа вся залита кровью. Рядом стоит медик. Он обрабатывает рану у нее на лице. Сержант. Вот это сержант Фальсо. Он радуется. Когда видит ее живое. Он снимает фуражку. Дает ей честь. Она видит, что он мутант. Он весь изуродован эфирной чумой. У него вместо рук крабьи и клешни какие-то. Он весь покрыт серебристыми струбьями. Короче. Корабль Дэвид Джонса. Ну, это короче. Она. Это трейтер комиссар. Из коробки, но женщина. Из коробки, но женщина. И император. Это она думает, что император. Она император. Да. Там так написано. Она император. После падения Кодианских врат, она вместе со всеми остальными узнала, что настоящий монстр не в варпе прячется. А совсем неподалеку. Ну и, в общем-то, здесь они все стали героями. И она. Вернее, то, что было раньше лордом, комиссаром Таргау, стал на самом деле бессмертным императором. Ну, бывает. Да, бывает. Ну, в общем-то, да. Ты женщина-комиссар? Нет, ты бессмертный император. И почему она бессмертная император? Проснулась внутренняя богиня. Проснулась внутренняя богиня. Потому что у нее как бы рана на голове, которая обрабатывает медик. И она говорит, что случилось-то? Говорит, да вас стреляли. Снайпер выстрелил в вас. Но не убил. Это та женщина, которая сидела на алтаре. Там была. И, говорит, мы за ними... Ну, вот этот сержант ей рассказывает, что хвала оператору, типа, да, но все получилось. И мы вынесли тебя из алтаря, принесли сюда, отправили отряд в погоню. Но, к сожалению, не смогли за ними никак угнаться. Вот, они устроили засаду на нас. Предварились, что ступают. Она закрывает глаза, представляет эту сцену. И, ну, она, с одной стороны, воспринимает себя как комиссар, с другой стороны, как император. Женщина. А почему бы нет? Да. И он, говорит, ну, мы с ними видели инопланетного урода с длинной винтовкой. Скорее всего, это он вас подстрелял. Ну, крут. Скорее всего, крут снайпер. Он тоже сбежал. Да, он тоже сбежал. И они запустили, ну, корабль. Какой корабль? Ну, они добрались до, этот... До позолоченного копья. Ну, это корабль называется. Крейсер. Называется позолоченное копье. Крейсер. И, говорит, через весь зал прям в стену хреначили. Синами этой штуки. Отпрылись прямо в стену. Ну, куда-то врезались. Она, говорит, а что же вы за ними-то? Так они, говорит, 500 метров высоты. Мы не можем по отвесной схеме туда добраться-то. В общем, в какую-то щель влетели, и все. И не нашли мы ее больше. И она, говорит, да какая щель, какие там отверстия? Ну, мы тоже думали, что там ничего нет. А в итоге раз, и корабль с ними исчез. Типа, а в погоне мы за ними отправиться. Ну, хорошо, что вы живы, господин комиссар. Она, говорит, ладно. Несите мне нормальную чистую одежду. И все в крови тут перемазаны. В общем, приносит ей мундир. И она выходит, собственно говоря. А там целая толпа этих культистов. Это бывшие кодианцы. Ну, судя по всему, какой-то кодианский полк, который сражался у Кади. Видал всякое дерьмо. Да, видал всякое дерьмо. И она им говорит, не беспокойтесь. Солдаты, все хорошо. Я с вами. Я ваш командир. Все нормально. Надо готовиться к последней битве. Да, нам тяжело. Да, эфирная чума. Да, все дела. Но последняя битва грядет. И тогда мы захватим эту крепость. Черный камень будет в наших руках. Ну, Блэк Стоун. Но для этого нужно постараться, ребята, и завершить ритуал. Идемте продолжать. Пусть они убежали, эти предатели-убийцы. Но мы завершим ритуал в конце концов. Вот. И она, значит, идет за своими вот этими паствой своей. И думает о том, что... Да... Старый Империум, ты уже давно мертв. Да хуже даже, чем мертв. Он уже сгнил. Это уже опухоль, которая пожирает человечество. Но вот этих вот людей я вдохновлю на свершение. Объединю их. Вот. Когда-то же я была же золотым мужиком, сражающимся в траншеях Старой Терры и объединяющим народы. Да, не сражалась, но в траншеях Старой Терры. Да, да. Тысячи лет назад. Она про себя так думает. И говорит, что нас никто не остановит. Идемте. Они, значит, приходят. Это вот огромная восьмиконечная яма, которую они бросали культистов. Ну, ее обрушилась и стабилизировалась. Ага. И, значит, на каждом из восьми краев, верен, значит, стоят... Нет. Там стоят по тридцать человек пленников. И, значит, Андеган этого сержанта Фальсу смотрит и говорит, сержант, я хочу вам кое-что рассказать. Я всегда была больше, чем человек. Он такой, в смысле? Неужели вы бог? Она такая, бог? Бог есть только один сержант. И он такой, значит, это вы. Вы император. Я говорю, ну, скоро ты обо всем узнаешь. Но никому не говори. Остальные еще не готовы узнать. Давайте, начинайте ритуал, а потом мы поговорим о вере с вами. И, там, начинают эти культисты, значит, пленников по тридцать человек с каждого края в эту яму прямиком сбрасывать. Люди туда кричат. Над этой ямой начинает какой-то золотой свет, какой-то яркий, эманации варпа, молнии начинают сверкать. Она подходит ближе и ближе к краю. Думают, что вот уже скоро вознесение, финальная битва. Она смотрит в самое сердце вот этого пламени и ощущает, как силы приливают к ней, да, как меняются ее кости, как увеличивается ее череп. И вот что сейчас вот она перевоплотится наконец-то в то существо, которое давно должна была перевоплотиться. Женщина-комиссар, в которую вселилась душа императора, видимо. И сейчас, в общем, что-то произойдет. Это не демон-приз, глупо было бы. Вознастить за нихуя просто. Какой-нибудь спаун или бобсайкер, который летает. Ну, вот, в общем, ждем заключительного акта этой пьесы. Если будет демон-принц, можно выкидывать книжку. Это все обесценивает. Все годы мучений, которые проходят рядовые ХСМ для того, чтобы обвести демон-худ. А может, это действительно император у нее вселился? Сейчас такая хопа светом, и все умерли. Я такая тарана, вот я же обещала, а вы не верили. В общем, с этого момента началась дичь. То есть, знаешь, мне показалось классический пример, когда, как в Простоквашенном, потому что они письмо за дядю Федору дописывали. То есть, какой-нибудь там условный Майк Брукс пишет главы про Джакайра и Дедалуса. Оно хорошо читается, даже когда я читаю в оригинале, оно хорошо читается, как хороший такой вот инквизиторский боевик. Ну, типа, с интересными персонажами. Когда пишет про Чернокаменку, это явно Дариус Хинкс, а потом у него Шезам на него нападает, и его злой брат-близнец пишет вот эту вот дичь. Про чертоги разума, про женщину-императора и про все остальное. Решать просто не надо было. Не надо было от лица хаоситов что-то выдавать, не надо было делать это вот Индианул Джонс с Сентенелем. Это вот, да, бесконечно. Это как Звездные войны прямо. И немножко мимо кассы это все уходит. Когда путешествует по Чернокаменке, с этой ее в башке не представишь, тебе нужно постоянно перед глазами референсов с книжки, артейт держать. А когда он тебя описывает неописуемо, вот он видит, а другие не видят, вот эти вот стенки, изменяющиеся структуры, странное ощущение, очень возникает. И к чему это привязано? Нет, знаешь, чтобы я Чернокаменку почитал лучше. Вот она есть, если туда заходит, чуть-чуть там в преддверии, в предбанечке опиши, а все остальное неизвестность, а вся остальная подноготная. Про книжку, это вот про их эту Эбис, которая, стоянка. У Ратлингов, как интересно было, они по рынкам ходили и прочее. И у Юры, он же тоже как бы такой заходит, в преддверии там походили немножко, глубоко не заходит. И Юра там уничтожает этих механикус и прочее. Это же круто, круто. И никакого этого говна нет, вот путешествие вперед, ты избранный, вот это вот все. Это ужасно, на самом деле. Но мне вот, я честно говорю, мы через эту книгу прорубаемся только для того, чтобы понять вообще, эта Чернокаменка как-то повлияет на сюжет или нет. Или просто на самом деле. И как в этой, в игре открываешь там, у тебя тентакли выросли, новая, крутая. А потом в конце как Волмарк. Ну как вы знаете, Чернокаменки, они теперь, видимо, знаешь, в чем фишка? Она не исчезнет, уже спойлер. Потому что кодекс ебаных некрон. Которые, типа, открываешь... Хочу Чернокаменку. Да, открываешь некроны, у них там все эти, их династии, планеты. И написано, вот, вот указано здесь Чернокаменка, в месте где Мейлсторм. Там не скажешь, что это Мейлсторм, там Чернокаменка и еще одна, да. Где Громовская, да. Они просто знают, что она находится в Мейлсторме. И вот на том параллельном конце, ой, господи, диаметрально противоположном, еще одна третья, которой мы вообще ничего с вами не знаем. Блин, Хан Соло. Во, во, она никуда не исчезнет. К сожалению или к счастью, но не исчезнет. Но, Индометус, помнишь, это капитанша, которая, может, мы там узнаем какую-то подвязку. Они что-то полетели. А теперь-то Бэк-то уплотнился до 10 лет. Вот и посмотрим. Ну, в следующем выпуске узнаем. Постараюсь закруглиться побыстрее, там вот осталось 20 глав. Надо, да, потому что хочется именно конец, а мне хочется конец, когда этого, да, ну, фаер, потому что, а вдруг, вот, подвязка. Ведь же Лиман же до сих пор получил ебучих два артефакта на управление чернокаменной крепостью. Зачем это было? Вот какую-то чернокаменькую крепость на ложе заполучить тебе управление. И они сделали, а бы что, аудиодрамы, дорогие, сука, аудиодрамы две сделали. Это да. Ну, посмотрим, вот такая вот история. Вам спасибо большое и увидимся через недельку примерно в новом выпуске. До свидания. Самое крутое впереди, до него осталось полпути.